Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. 1 сентября 1859 года на Солнце произошёл крупный коронарный выброс солнечного вещества, достигший Земли спустя 18 часов, хотя обычно на это требуется 3-4 дня. Этот выброс спровоцировал мощнейшую геомагнитную бурю за всю историю метеонаблюдений, названную солнечным суперштормом или же событием Кэррингтона. В Америке и Европе было нарушено телеграфное сообщение, искрили линии передач, спонтанно возгоралась телеграфная бумага, отключенные от линии передач устройства продолжали работать. По всему миру наблюдались аномально яркие полярные сияния. Нынешнее человечество почти за 150 лет от телеграфной связи шагнуло далеко вперёд в техническом развитии. Подобная солнечная вспышка сегодня способна вывести из строя спутники, а с ними и спутниковую связь. Необходимую для навигации самолётов, кораблей, телекоммуникаций. спровоцировать аварии на электростанции, что приведёт не только к отключению электричества, но и отключению систем воды и теплоснабжения, не говоря уже о выходе из строя всех аппаратов, питающихся от сетей, в том числе и интернет-серверов. Спектр воздействия космических факторов достаточно широк. Это процессы, на которые человечество на сегодняшний день не в состоянии повлиять. Поэтому нельзя недооценивать их последствия, возможные риски и трудности для людей в связи с грядущими событиями на Земле. К этим событиям нужно готовиться. На что сможет рассчитывать сегодняшний, привыкший к комфорту человек, оказавшись в такой ситуации? Прежде всего на своё спокойствие, в состоянии которого придёт и понимание наиболее правильных действий. Люди смогут выжить только, если объединяться на основе взаимовыручки, совести, доброты и человечности. Необходимо протягивать руку дружбы и помощи друг другу и начинать со своего дома, соседей и жителей своего города. Объединение людей – залог выживания человечества. «Люби, и тогда делай, что хочешь. Если молчишь, то молчи из любви. Если говоришь, то и говори из любви. Если порицаешь кого-то, то порицай любя. Если щадишь кого-то, то щади из любви. Пусть корнем твоей души будет любовь. Из этого корня вырастет только доброе. Блаженный Августин». 13 мая. Колумбия. Дожди в стране не утихают с конца апреля. В 11 провинциях объявлен режим чрезвычайной ситуации. Более всего пострадали города Кали и Пуэрто-Баяка. ЮАР. На территории страны выпали обильные снежные осадки. Индонезия. Несколько провинций на островах Суматра, Сулавеси и Барнео пострадали от наводнений. Пострадало более 35 тысяч человек. В деревне Маливова в округе Восточный Луву сошел оползень. Разрушено 14 домов. Иран. В провинции Северный Харасан землетрясение магнитудой 5,8 на глубине 12 километров разрушило более 600 домов в 40 деревнях. Пострадало 400 человек. Чили. В связи с масштабным наводнением в пустыне Атакама объявлен красный уровень опасности. Здесь, в самом засушливом месте планеты, за последние 40 лет не выпадало значительных осадков. В городах Кокимба и Ла-Сирена в течение суток выпало 120 миллиметров осадков. 11 тысяч жителей были изолированы от внешнего мира вследствие размытия дорог. Без электричества осталось 29 тысяч человек. На севере страны были затоплены 3 тысячи домов. Эвакуировано свыше 1 тысячи 300 человек. В течение дня было зафиксировано более 28 землетрясений магнитудой 4 балла и выше. 14 мая. Эквадор. В городе Куэнка, в провинции Аусай, на трассе Супай-Тутупали, сошел оползень. ЮАР. В провинции Квазулу-Натал сильные дожди вызвали наводнения. Разрушено 10 домов. Эвакуировано 200 человек. В городе Дурман за 24 часа выпало 100 миллиметров осадков. В Германии в течение трех дней на территории страны наблюдались смерчи. Три были подтверждены, восемь остались неподтвержденными. В течение дня было зафиксировано более 16 землетрясений магнитудой 4 и выше. 15 мая. Россия. В городе Ставрополь сильные дожди вызвали наводнения. Наиболее пострадал район Ташлау, Таиланд. В пяти провинциях страны возникли сильные наводнения. Были затоплены 2000 домов. Эвакуировано 4000 человек. В течение дня было зафиксировано более 18 землетрясений магнитудой 4 и выше. В том числе землетрясения у берегов Папуа-Новая Гвинея магнитудой 6,2 на глубине 10 километров. 16 мая. Колумбия. В муниципалитете Саача сошел оползень. Киргизия. Город Айдаркин. В Кадамжайском районе пострадал от телевого потока. Были повреждены дома, автомобили и линии электропередач. США. 20 торнадо пронеслось в штатах Висконсин, Канзас, Небраска, Оклахома и Техас. Град размером с бейсбольный мяч выпал в округе Бекхэм в штате Оклахома. Россия. Сильный дождь вызвал наводнение в городе Краснодар, Ямайка. Страна пострадала от наводнений, возникли паводки в девяти округах из четырнадцати, местами сошли оползни, возникли перебои в электро- и водоснабжении, Эквадор, в кантоне Антуальпа сошел оползень, Гаити. В населенных пунктах страны проливные дожди вызвали наводнение. Эвакуировано более одной тысячи человек. Вблизи города Кахамарка на автомобильную трассу сошел оползень. В течение дня было зафиксировано 27 землетрясений магнитудой четыре и выше. О серьезном с юмором. Прилетает на Землю инопланетянин, чтобы внести землян в каталог разумных цивилизаций. И спрашивает. Почему при изобилии земли, воды и света многие на Земле голодают? Денег нет. Почему при всех ваших возможностях так много бездомных? Денег не хватает. Почему вы так свою планету загаживаете? Денег нет, чтобы строить иначе. Почему так много больных, которых можно вылечить? Денег мало. Что же это за ресурс такой дефицитный, который вам жить нормально не дает? Может вам помочь его с других планет завести? И вообще, где вы его добываете? Завозить не надо. Мы их сами печатаем. И вычеркнул инопланетянин землян из списка разумных существ. 17 мая. Казахстан. Град размером с перепелиное яйцо выпал в городе Тарас в Жамбулской области. Украина. В селе Роза Люксембург образовался смерч. США. Пыльная буря пронеслась по штатам Иллинойс и Небраска. Мальдивы. В городе Хит-Хат-Хоу пронесся торнадо. В южных атоллах обильные дожди вызвали наводнения. Россия. В городе Воронеж выпал град, что является аномальным явлением для майя. Доминиканская республика. Три провинции пострадали от наводнений. Эвакуировано более 650 человек. В течение дня было зафиксировано 25 землетрясений магнитудой 4 и выше. 18 мая. Чили. В пригороде Вальпараиса был зафиксирован смерч. США. Штат Иллинойс накрыла песчаная буря. Была закрыта дорога между городами Тосколо и Камарго. По штату Оклахома пронеслись мощные торнадо. Штат Колорадо охватило аномальное похолодание. Выпали обильные снежные осадки. Подобное явление не наблюдалось в регионе в течение 40 лет. Россия. Сильный град выпал в городе Саяногорск в Хакасии. Китай. Пожар охватил 8,4 гектара леса в районе внутренней Монголии. Были эвакуированы местные жители. Израиль. Песчаная буря отрезала город Эйлат от остальной части страны. Приостановлена работа аэропорта, закрыты главные дороги. Канада. На провинцию Нью-Бран-Сык обрушился шторм. Без электричества осталось 7000 домов. В течение дня было зафиксировано 17 землетрясений магнитудой 4 балла и выше. 19 мая. Аргентина. В городе Кордово и его окрестностях выпал крупный град размером с куриное яйцо. США. В штате Оклахома пронеслись два торнадо. В штате Вайоминг аномальный для региона циклон принес снег, сильный ветер и низкую температуру. Также снег выпал в городе Денвер в штате Колорадо. В течение дня было зафиксировано 20 землетрясений магнитудой 4 и выше. На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В России 13 и 16 мая вулкан Шевелыч трижды выбрасывал пепел в атмосферу. 15 мая вулкан Эбека, а 18 мая вулкан Богослов выбросил пепел на высоту 10 километров. Вулкан Сакурадзима в Японии изверг пепел 17 мая. Вулкан Синабунг в Индонезии проявил активность 19 мая. В течение недели произошло 381 землетрясение в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Всего за неделю более 7 тысяч человек стали климатическими беженцами. Один человек может многое. Замечательный пример этого утверждения мы видим в жизни бразильца Себастьяна Сальдагу. Вернувшись семьей на родину родителей, Себастьян увидел, что окружающий лес вокруг дома, где он провел детство, исчез. Земля покрылась эрозией и опустела. Вырубка лесов изменила окружающий ландшафт до неузнаваемости. Вместо леса возникла пустыня, реки высохли, а животные исчезли. Жена Себастьяна, Лили Сальдагу, чтобы поддержать разуверившегося в человечестве мужа, предложила возродить лес. Шаг за шагом и день за днем они сажали саженцы. Не имея практического пособия по сажанию леса, семья не сдавалась. В суровых условиях на обезвоженной и поврежденной земле при первой посадке они потеряли 60% саженцев, при второй посадке 40%. Семья высаживала те деревья, какие могла достать. Так, постепенно, трудясь каждый день, удалось посадить более двух миллионов деревьев. Источник доброты есть в каждом человеке, его нужно только лишь раскрыть. Важна работа над собой здесь и сейчас, без промедления, ибо у человека слишком коротка жизнь, чтобы растрачивать ее на пустое и временное. Смысл жизни человека в его духовной составляющей. Чтобы понять свое предназначение, надо измениться самому, увидеть свою жизнь с позиции духовного наблюдателя, с позиции настоящего человека. Человек не властен над рождением своего тела и над его смертью, но ответственен за свой выбор, а значит, не только за свою судьбу. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.